Итак, Ария Рума и маленькие любители покушать, мы с вами продолжаем играть в такую увлекательную игрушечку, как Сити Скайлайн. Вы не представляете, как сильно рад я вернуться всё-таки в этот городок. Ну и с момента прошлой серии я в принципе не особо так-то играл, и хочется всё сделать это на камеру и непосредственно с вами. Также я вижу то, что у нашего города сейчас есть небольшие такие экономические трудности, связанные с непосредственно нехваткой рабочих мест, и мне предстоит сейчас эту проблему постепенно решать. Также постепенно мне хотелось бы изначально заняться тем, чтобы решить в нашем замечательном парке проблему пожарной безопасности. Их построить здесь хотя бы одно пожарное депо, потому что без него будет очень уж слишком нам сложно как-то прожить. И пожалуй одно депо не помешает вот в этом райончике, поскольку пожар нам здесь совершенно не нужны. Но опять-таки временным вариантом я начинаю застраивать площадку возле нашего непосредственно парка, начинаю я её застройку непосредственно деловыми и коммерческими зонами. Это связано непосредственно с тем, что у нас есть потребность в зонах, но опять-таки это очень временное решение в нашем городе. Ну и в качестве основного решения, мне кажется, было бы неплохо начинать строительство ещё одного вот такого вот квадратного райончика. И скажем, вот это вот место выглядит очень даже привлекательно, тем более, что вот здесь вот зона с низкой застройкой уже больше не нужна. И сейчас мы будем вносить новую программу инноваций, благодаря которой у нас жители из этого райончика переедут в новые инновационные дома из своих маленьких частеньких. Ну и опять-таки вместе с этим вот районом мне пришлось здесь нести вот этот вот наш крематорий. Крематорий, который мы строили с вами опять-таки в первой серии. И чтобы он просто у нас здесь не пропал, я предлагаю его перенести, скажем, вот в это вот пока что место. Опять-таки, как временный вряд, но впоследствии может быть и постоянный. Ну и по итогу вот такого вот у меня райончика здесь получается. Здесь у меня получается дорога на заезд в этот район, а вот здесь у нас на выезд. Я надеюсь, что это будет более-менее удобно работать, и наши люди не будут очень сильно здесь тупить и делать то, что не хотелось бы, чтобы они делали. Теперь по-хорошему прямо в центре мне нужно впихнуть сюда вот метро. И таким вот образом у нас получается вот этот весь район полностью готов. Остается здесь дело за малым и разместить непосредственно плотность застройки, которая здесь будет. Не хочу я опять что-то усложнять, просто здесь делаю деловые зоны, возле линии метрополитена, соответственно. А вот здесь я опять-таки делаю зону с коммерцией высокой плотности. Тоже недалековато от линии метро, и таким образом, чтобы люди могли непосредственно сюда ходить и выходить. И чтобы непосредственно наши грузовики не создавали особых больших проблем для нашего трафика. Я также обнаружил проблему, что не хватает крематория вот в этом нашем районе. Это не особо такая большая проблема, учитывая то, что количество смертей на душу населения тут достаточно маленькое, и поэтому размещение здесь крематория было просто вопросом времени. И давайте сейчас посмотрим на наш замечательный город, и мне хотелось бы немножечко порассуждать, как же он дальше у нас будет развиваться. Думаю, что, в принципе, вот здесь вот будет еще один квадрат, и вот здесь вот будет еще один квадратик такой же застройки. Так что давайте пока его разметим. И вот здесь вот опять-таки, как минимум, будет еще один квадратик. По идее, вот таким вот образом у нас все замечательно построилось. Вот здесь вот, я думаю, сделают небольшой такой полукруг и полускругление, для того, чтобы просто банально облегчить выезд и въезд людям вот сюда вот. Хотя, если в будущем я здесь построю линию метро, то трафик, который будет сюда приезжать, гораздо сильно уменьшится. Поэтому пока что мы с этим экспериментировать не будем. И просто пока, как временный вариант, я это здесь непосредственно размещу, но опять-таки, это все временно. Пока что, я думаю, хватит с квадратной застройкой. Здесь будет опять-таки полукруглая. Вот здесь вот, возможно, впоследствии еще квадратики впихнутся, но хотя вряд ли. Ну а вот здесь вот, непосредственно вдоль набережной, я все-таки планирую начинать размещение вот такого типа застройки, то есть маленьких одноэтажных домиков, которые будут радовать своих жителей частной непосредственной территории. Но опять-таки, сейчас я планирую заниматься вот здесь вот примерной разметочкой, чтобы впоследствии хотя бы примерно прикинуть, как дальше у нас будет располагаться линия метро. И это чтобы все было удобно для непосредственно наших жителей. Все, по идее, можно сейчас уже пускать время. Сейчас немножко тут пробочка возникла, но она, надеюсь, что рассосется у нас. Здесь впоследствии вдоль университета мне, наверное, придется впоследствии заменить на дороге с односторонним движением, но опять-таки это будет впоследствии. И сейчас, я думаю, с этим заморачиваться не нужно. Что касается вот этого вот района, он опять-таки сделан крестовиной, на этот раз сплошной. Я надеюсь, что здесь не будут таких больших пробок. И здесь примерно такой же тип дорожной развязки. И, как я уже говорил, это создано для непосредственно того, чтобы размещать здесь линии метрополитена. Я надеюсь, что линии метро я располагаю правильной стороной, и все они служат сугубо для того, чтобы создавать какой-никакой круг возле нашего города, чтобы людям было бы удобно добираться в любые районы. Кстати, мне тут произошла пока небольшая идея посмотреть, что у нас по парку. Ну, замечательно, он приносит нам небольшие убытки, но куда деваться, пока у нас инфраструктура города не развита, и тут линии метро не подключена ни к чему, так, мне кажется, и будет. Ну, ладно, сейчас я занимаюсь тем, что буду прокладывать эти метро и перестраивать маршруты, которые у нас уже есть. Вроде кое-как я круг метро прокину вокруг нашего города. Мне кажется, он получился не особо красивым, но куда деваться, главное, чтобы он был практичным. Мы же не будем смотреть на наше метро, мы уже будем наслаждаться тем, как оно работает. Пока я не располагал линии метро в непосредственной центре нашего города. Тут у нас, как можно посмотреть, находятся три станции, которым не ведут вообще никаких маршрутов. Но я думаю, что в приоритете у нас сейчас непосредственно разобраться с круговыми станциями, а уже потом заниматься вот этими частями. Сейчас мне осталось только, по идее, разместить непосредственные остановки, и давайте опять-таки заниматься размещением. Всё, по идее, линия метро 1 у нас создана. Теперь давайте её переименуем просто в 1, и посмотрим сейчас, какое количество поездов у нас будет ездить, будет ли эта линия пользоваться спросом, и вообще, зря ли мы всё это строили или нет. Но опять-таки для этого нужно, чтобы прошёл какой-то промежуток времени. Ну что ж, давайте ждать. О, прикольно, а чё за учебный год? Нам дали научный труд, к нам пришло целых 500 практически студентов, и это очень классно. Так, нам даже, кстати, бонусы за уровень дали. И сейчас мне заодно хотелось бы посмотреть, вмещает ли университет всё количество наших студентов. Я вижу то, что не вмещает. Но я вижу то, что они не все полностью заполнены, и я предлагаю оставить вот такую вот ситуацию с нехваткой мест в плане образования для создания небольшой конкуренции, для того, чтобы люди хотели учиться сильнее, что способствовало их обучению опять-таки. Ну и мы пока всё равно ждём нашего метро, пока оно у стаканец. Я буду заниматься расставлением вот таких вот перекрёсточек на непосредственно модифицированную его версию, для того, чтобы всё это работало только лучше. Ну и подождал я немножко, немножечко поработал над нашими дорогами, для того, чтобы пробок было гораздо меньше. Создал ещё парочку вот таких вот подземных переходов. Поставил здесь вот побольше всяких светофоров, которые помогут непосредственно нашему трафику. Таким образом мы видим полностью зелёный наш город. И теперь, что мы видим с вами по метро. Пользуются в неделю 2000 человек. 2000 человек, я не помню, это больше, чем раньше или нет. Теперь мы опять-таки здесь видим целых две линии. Одна в почасовой, другая против часовой стрелки. И по одной едет 1000 человек, по другой 900 человек. В принципе, я не думаю, что мы много тратим на это всё. Тем более, что техники на маршрутах у нас всего 12. И 12 получается на 2000 человек. То есть, в среднем у нас на каждом поезде по 160 человек. Мне не нравится такой расклад. То есть, у нас половина поездов. Ладно. Впоследствии, может быть, я ещё парочку поездов я просто удалю отсюда. Но, тем не менее, метро у меня здесь работает. И оно мне нравится. Хотелось бы уточнить ещё один момент. По деньгам. Угу. Оно приносит доходы, так что я не думаю, что надо заморачиваться на счёт. Пускай оно существует именно в таком режиме, как оно есть сейчас. Всё, наконец-таки, я сделал третий маршрут. На нём будут всего, думаю, три поезда. Я думаю, даже двух хватит за глаза. Но, тем не менее, он у меня односторонний. То есть, он достигает вот этого вот нашего точки. И обратно выходит непосредственно возле парка. Не знаю, насколько это хорошая идея. Но, за неимением лучшего варианта, мы имеем, что имеем. К сожалению, мы будем сталкиваться с такой проблемой. То, что вот здесь у нас будет поезд ждать. Так как, например, вот этот вот красный поезд сейчас здесь ждёт. Но от этого мы не сможем никак избавиться. Потому что у меня нету других вот линий метро. И других вот веток метро, которые я мог бы здесь разместить. Но, за неимением лучшего варианта, я сделал, мне кажется, самый оптимальный вариант. Сейчас, опять-таки, мне нужно немножечко подождать. Когда вот эта вот линия теперь метро успокоится. И будет жить своим чередом. Но, опять-таки, пока я жду, я решил непосредственно заняться тем маленьким уголочком. Который я вот здесь вот начинал когда-то строить. Занимаю тут места под деловые зоны. Также под зоны небольшой коммерции. Ну, а также жилые зоны я продолжаю размещать непосредственно рядом с нашим парком. Как я изначально и планировал. И нужно нам не забыть с вами об образовании. Потому что образование это чуть ли не самое главное, что у нас могло бы быть. Ну и пока думаю, то что уже пора нам начинать планирование вот этого вот нашего райончика. И вот этого вот райончика для дальнейшего его заселения. Примерно в каком-то вот таком вот хаотичном варианте я все дорожки наши замечательные расставил. И осталось лишь только расставить парочку школ. Именно предлагаю начать с них, чтобы потом не сносить лишние здания. Все, и по идее можно уже эти районы постепенно заселять. Прежде чем их заселять, хотелось бы также не забыть о размещении хотя бы одной вот такой вот небольшой больнички. Потому что с ними, возможно, будут какие-то проблемы. Ну и также, чтобы не забыть, опять-таки, и не сносить лишний раз все здания, которые у нас здесь будут построены, я предлагаю сразу заняться тем, чтобы разместить здесь парочку таких вот тематических парков. Поглядите только, какой здоровенный парк. Я очень его хочу разместить вот здесь. Почему бы и нет? Скадыш. Все. Мне кажется, его охвата просто хватит на весь этот район. Супер. И можно постепенно заниматься заселением. Только это непосредственно заселение нужно начинать с тех мест, которые я давно хотел непосредственно заселять. Например, вот этот вот райончик возле нашего парка. Почему-то наш парк, Мир Детства, который назван, очень сильно приносит нам расходы. Я что-то не могу понять причину такого вот расходничества. Ладно. Я могу предположить то, что это из-за коммерции, которая здесь вот расположена. Давайте ее сносить успешно. Но я все-таки хочу, чтобы люди ходили в этот парк. Им неужели он не нравится? Продолжаю постепенно строительство наших зон, которые нужны нашему городу. И вот этот вот наш райончик постепенно продолжает замечательное заполнение. Ух ты. Отчет за учебный год. Замечательно. Плюс 900 студентов откуда-то появилось. 5 научных трудов. То есть нам 2 прибавилось. Я так понимаю, нам за это все дадут. Плюс к известности университета. Че? Сколько? 304 тысячи платы за обучение? Вы че, ребят? Ну че вы так офигеть? Это просто нам политехнический институт столько приносит. Офигеть. Это вот называется конкуренция. То есть люди хотят учиться за неимением большей возможности. От университета тем самым требуется все больше и больше мест, которых мы предоставить, к сожалению, не можем. Я тут начинаю пока что потихонечку разбираться с нашим парком. И малое количество людей связано с непосредственным удалением нашего парка от всех людных мест. То есть вот этим вот, в принципе, людям хватает и вот этого вот маленького парка, где он у нас находится. Вот здесь вот. А вот этот наш парк хоть стоит дорого, потому что не хватает просто на все его окупаемость. Но, в принципе, он никому не нужен из-за того, что просто не хватает у нас людей в нашем городе. И, ну, я надеюсь, когда вот здесь у нас появится небольшое расселение, когда вот здесь у нас появится расселение, в последствии все это у нас очень даже успешно сможет нормализоваться. Но пока я даже не знаю, что особо и делать в данной ситуации. Я вот посмотрю, я, в принципе, заполнил большую часть мест, которые мог бы заполнить под зону застройки. Я не знаю, но с высоты птичьего полета этот город выглядит просто невероятно потрясно. Хм. Порт позволяет связать город с другими городами через морское сообщение. И вот здесь вот, мне кажется, его поставить было бы очень даже неплохим вариантом. Пока я его отключу, естественно, потому что он будет слишком много бабла жрать и не будет приносить вообще никакой пользы. Ну, а впоследствии, я думаю, если его получится соединить с основным нашим городом, то есть сделаю здесь какие-никакие въезды и выезды, то это будет очень даже неплохим решением. Ну, и мне, наверное, сейчас хотелось бы начинать заполнение малой застройкой вот эти все райончики. Я думаю, не буду экспериментировать и просто буду строить здесь вот такую двухполосную дорогу. Вот так вот она будет как-то идти по набережной. И теперь мне по-хорошему нужно как-то сделать въезды и выезды сюда, для того, чтобы не нагромождать все это наше дело. Как минимум, у нас будет два выезда, потому что у нас, в принципе, две дороги сюда ведут, вот такие вот шоссейные. Я думаю, что это будет более-менее нормально смотреться. Какая вот такая вот у нас пока что разметочка получается. Осталось лишь дело за малым. Провести здесь какое-никакое, но водоснабжение. Ну и все, по идее, можно начинать заселение. Предлагаю начинать непосредственно заселение с нашей набережной. И чтобы домики здесь были вот таким вот замечательным образом расположены. Не буду пока далеко уезжать. Пусть хотя бы вот это вот наше пространство заполнится. Но оставшиеся части я опять-таки буду заполнять малой плотностью с небольшими вкраплениями коммерческих зон. Чисто для того, чтобы этим жителям не приходилось куда-то далеко ездить за магазинами и прочим. По разметке у меня получилось нечто похожее. Я надеюсь, что это сейчас все будет успешно у нас застраиваться. Давайте также немножечко поможем нашим жителям. В том плане, что я хочу здесь все-таки разместить хотя бы немножечко, но парков. Всяких горочек, не горочек, пригорочков. Все-таки это небольшой такой сельский райончик. Недалеко от города. И развлечения какие-никакие им нужны. Пока я не вижу, чтобы это как-то особо красиво смотрелось. Но я думаю, когда вот эти вот пробелы у нас заполнятся, то вся эта ситуация гораздо поправится. И все это будет гораздо лучше. Ну и, к сожалению, на такой прекрасной ноте мне придется заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует...